Здравствуйте, Метана Анатханова! Здравствуйте! Сегодня здесь у вас, Капельхаус, грандиозная выставка, мероприятие, фестиваль. Что за фестиваль? Арт-фестиваль, это фольклорный фестиваль. Этно-арт, так, хорошо. Все работы представлены, в основном акцентированы на то, чтобы было подчеркнут фольклор, национальные темы. И все мастера стараются именно приблизить это, приурочить к национальному фольклору. Ну, помимо этого, каждый вкладывает свою душу, и поэтому можно встретить все. Буквально все. Начинает от индийских узоров, индийских мандал на счастье. Да? Да. Слоников, которые приносят молодым девочкам тоже удачу в личной жизни. Хорошо. Также вот свечи, которые тоже часто используются как арт-декор, или в то же время на свадьбах, на нишанах, вот у нас на помолвках. Из какого фольклора? Вы знаете, это мой личный фольклор. Хорошо, понял, понял. Не могу сказать что-то другое. Раньше, конечно, любовь к этому делу. Буквально все, что стекло, я влюблена в стекло. Поэтому все, что я нахожу стеклянное, я их расписываю. Тема приходит сама. Это, Фанат? Да. Немножко о фестивале. Насколько я понимаю, это восьмой фестиваль. Да. Кто организатор? Тарана Ханом. Тарана Чапарова. Хорошо. Она, я с ней недавно познакомилась. Я вообще молодая в этом искусстве. Наверное, если честно, это мой самый первый, самый первый выставка. Для меня это особо значимо. И я даже не решалась. Если бы не Тарана Ханом, я бы, наверное, так и не решилась бы. Потому что она настолько тепло пригласила и так это все описала. Обещала атмосферу. Именно ту, в которую я сегодня окунулась. Как я зашла в это здание, я поняла, что я давно должна была здесь. Вы на своем месте. Я на своем месте. Я счастлива. Здесь столько людей, которые так меня приняли. Я просто очень счастлива. Очень. А вы, сэр-плаза, я вас ни разу не видел. Я туда не попала. К сожалению, Элла Хан, я очень хотела туда попасть. Но у меня искусство молодое. Я только начала. Первую свечку я свою сделала в марте. Чисто на подарок. Я просто попробовала. А к стеклу я притронусь в июле месяце. Так что для меня это... А, вот оно что. Да, я еще очень молодая. Я стараюсь. Понимаю. Но я на тех выставках тоже очень хочу побывать. К Новому году обещаю. Прекрасно. Бетан Хан, наш журнал называется Таныш Оланг. Таныш Оланг, да. Да, Таныш Оланг. То есть сегодня наше знакомство, знакомство моих зрителей, моих читателей, прекрасным художником Мэтанет Гусейновым. Мэтанет Хан, расскажите о себе. Биографические данные, как пришли в искусство. Вот семья, дети, вот все. Буквально. Вы знаете, чуть-чуть грустные нотки в начале, потому что без них не получается правильно рассказать о себе. Ничего страшного. Я всю жизнь работала, у меня высшее образование, я инженер биофизик. Так. Но так получилось, что работала я больше администратором. И в отеле, в государственном отеле я была администратором. И думала, что всю жизнь буду работать вот так. Потом получилось так, что я попала в другой бизнес, еще более интересный, с немецкими партнерами. Тоже работала, дошла до позиции директора. Думала, все, это уже точно мое. Ну, настал такой момент, когда мой папа всегда был здоров, но он буквально за пять дней, получилось так, что папа покинул нас. И мама, она была безумно в него влюблена, они были вместе всегда со студенчества. И сильно заболела мама. И получилось так, что она меня попросила ее ни с кем не оставлять. Просила, чтобы я была рядом. Ни секунды не раздумывая, я всю свою деятельность оставила и стала ухаживать за мамой. И получилось так, что, оказавшись дома, все это во мне, это все куда-то должно выйти, энергии много, хочется с ней делиться. Это я писала новеллы, с этого начала. У меня родители преподаватели, литераторы, и в меня это тоже частичка попало. А рисовала я с детства, везде, на всем, и часто получала на это даже на лица, не от учителей, потому что я все время рисовала. А потом получилось так, что время оказалось очень много свободного. И я увидела работы. Увидела работы, я случайно, буквально, увидела зонты Натальи Моториной. Это было не случайно. Просто я заказала для себя зонтик, понимаете? И вот она как-то стала со мной разговаривать и сказала, что мне будет интересно, если я познакомлюсь с мастерами. Направила меня в эту группу в интернете. И это очень повлияло на мое творчество. И я решилась, стала пробовать, и вот получилось. Прекрасно. Да, путь такой. Буквально меня больше заказчиков... Я делала это для своих, для сестер. Кто-то видел и тоже просил. И все это вот перешло уже в такую стадию, когда я решаюсь это даже представить покупателям. Матрандхан, не собираетесь осваивать другие направления искусства? Уже начала. Так. Я очень интересуюсь глиной. Хорошо. И если честно, наверное, это уже не будет секретом, когда я с вами поделюсь. Но я же знакомлюсь. Это Танус Луф. Именно так. Давайте знакомиться. Я сейчас... Вот у нас есть прекрасный мастер Фидана Алимова. Молодая девушка, очень талантливая. И я хочу научиться работать с глиной. И хочу совместить это со своими работами. Здравствуйте. Очень приятно вас с вами. Вот, например, я делаю вазочку. Я пока работаю только теми красками, материалами, которые можно использовать для стекла. Но мне очень хочется... Акрыл? Не только акрил. Это контурные краски, витражные и акрил в том числе. Я соединить хочу глину со стеклом. То есть это будет чисто что скульптура. Хочу это сделать. Очень хочу. И поэтому я скоро научусь. И думаю, это будет какая-то моя новая фишка. Очень бы хотелось. Научитесь самостоятельно или под чем-то руководством? Нет, я сама. Но это нельзя сказать, что сама. Потому что все-таки я смотрю в интернете мастер-классы мастеров просто онлайн. Все же я у них учусь. Нельзя сказать, что сама. Понял, понял. Какие ваши дальнейшие планы? Все-таки о семье вы не рассказали. О семье почему так получилось, даже не знаю. Я замужем, но... Об этом я спрашиваю дети. Я когда о детях спрашиваю, интересуюсь. У меня детей нету просто, честно говоря. Есть ли у них интерес к вашей работе? Детей у меня своих нет, так уж получилось. Но у меня есть внучка моей старшей сестры. У них детей много, у девочек вообще много. И все заняты чем-то. Но именно у этой малютки есть большой интерес к этому. И я думаю, что я потихонечку-потихонечку ее к этому приведу. Она сегодня обещала, кстати, прийти сюда и участвовать на моем мастер-классе. Сколько ей лет? Ей 9 лет. Хорошо. Да, хорошая девочка. Так на сегодня вы что, запланировали мастер-класс? Таранахан предложил, как есть и есть желание. Вот рядышком поставили стол. Очень удобно, близко. Не придется оторваться от работы, от общения с покупателями. И да, я подготовила маленькие работы уже на велокондук, потому что он сохнет несколько часов. Да. Это было бы неэффективно приносить и оставлять это бездействие. Я подготовила более примитивные такие рисунки, букашки, цветочки. И кому будет интересно, они могут попробовать и взять с собой эти маленькие работы, первые работы свои. Прекрасно. Спасибо, мастер-класс, удачу вам. Очень приятно. Было Тану Шолма. Прекрасно. Да, Тану Шолма, спасибо большое.